здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия велика сегодня я вам представляю вот такую вот сборную солянку моей поездки в милан есть у меня еще один обзорчик я была в магазине бронелла кучинели поэтому смотрите а это вот такой вот обзор я снимала все что видела классного и это не обязательно бренды это были веры на было а было триста минимально это 50 процентов поэтому я не буду заострять внимание ну как бы на название бренда потому что здесь фотография набежалась по зале съемки мои были дорогих магазинах и в дешевых и на рынках ну и расскажу немного про свое мнение у него не вот очень не понравилось очень вдохновляющее познавательно интересно вот как для меня вот очень очень интересно и очень необычно знаете в каком смысле потому что вот я живу в чехе здесь вот яркие цвета как-то не в приоритете вы понимаете а там что меня поразило так это огромное количество цвета насыщенного яркого цвета и вот сейчас вот как бы сделаю вступление потом возможно вот пока по каждой модели не по каждой модели а по некоторым моделям пройдусь это сейчас у меня я взору заходила по моему я а я взор в телеграм-канале снимала ну говорила об этом и при том вот справа от меня не помню что это какой-то дорогой бренд интересный очень же пирочек вот фотография справа на манекене но это сфотографированная витрина по центру я еще смотрю на джемпер из зары вот ну а слева это было миссони вот слева сейчас тоже по по моему баленсиага там еще сумочку я снимала видео по центру это жакетик zara вот подкладкой вот теперь вот по центру у нас костюмчик от гэсп клеточку который я тоже уже показывала в рилс по моему и справа это по моему из торгового центра дорогого образ а вот это вот витрина магазина так мне понравилось такие они классные эти витрины там они дальше еще будут видеть и очень подобрана все шикарно очень красиво а вот по центру кстати съемка девчонки так мне понравилось тоже вот изобилие цвета изобилие вот интересных моделей вот я в чехе живу вот здесь вот я так не встречала вот такой смелости да я я так скажу вот именно смелых моделей здесь люди более-менее такие ну базовые тона вот они все бежево-серо-коричневых таких тонах вот редко встретишь кого-то яркого а вот в италии не боятся цвета не боятся яркости вот видите вот это я на рынке кстати вот это на рынке мужчина продавал вот на стойках я сейчас показываю какие там классные вещи и какие классные модели девчонки каждая другу одна другой лучше это вообще ну плохо что не они не были на манекенах чтобы лучше рассмотреть но там такое количество вот именно разнообразие разных моделей вот вот смотрите это там же у этого мужичка вот джемпер джинсы джинсовый рукав он кардиганчик короткие смотрите вшит джинсовый рукав еще капюшон да еще и с рюшечкой вот вообще так вот такое что-то шедевральное непонятное вернее понятно и прикольно вот такая вот интересная симпатичная вещь такое необычное решение это то что я говорила телеграм-канале да вот как вы смотрите на комбинацию полотна и вязаного вязаных элементов видите как он выглядит а тут все в цветах и вот вы знаете мне захотел и кстати по бокам фотографии это тоже базар это не магазин вот это все на базаре но это да это не китай дешевый это именно итальянские бренды я так понимаю уже стоковый товар уже прошедшие как бы коллекции да не не актуальны и вот они продают их на рынке очень много на рынках я же ездила пряжу искала ничего я не нашла вот и по рынках можно найти очень хорошие вещи вот смотрите вышивка это тоже кстати все рынок нет вот справа жакетик волосатый это магазин был а слева это рынок но тоже он не не дешевый китай это какой-то итальянский бренд видите слева джим перочек украшен шапочками и насколько это оригинально смотрится и вот это рвань рвань и шапочки эти очень видите вышивка аппликации крючком спицами связаны в предыдущем моем походе валклеты я думаю вы видели вот эти аппликации и мне так захотелось это что-то сделать такое прям ну я сделаю вот смотрите но это ж это что-то невероятное и там кстати комбинация букле и гладкой пряжи буклешечка цвет не бояться цвета шубки носит в чехии шубки не носят виталий носят шубки девочки молодцы каблуки одеты все фигулочки не совсем все новым основная масса и вот все мы вот это у этого мужичка ходили выходили вот ира моя эту ковтейку прикупила вот это смотрите волосатик да еще с камнями ой такой он классный очень впечатлили меня эти рынки вот он этот волосатик по бокам фотографии это витрины итальянские витрины вот видите насколько они такие яркие бросающиеся в глаза и что меня поражает не избиты модели вот опять же вышивка тут снежинки все-таки нужно нам я решила нам нужно вышивка нам нужны аппликации потому что у меня аж руки чешутся вот правда я сейчас в том состоянии когда чешутся руки что-то такое сделать вот такое вырви глаз чтобы она в глаза бросалась было вот такое какую-то комбинацию цвета букле вот всего-всего вот мне хочется сообразить кстати вот этот джемпер я видела на тему вот эта стойка не брендовая хочу сказать она китайская это по 20 евро эти кофты там по моему полиэстер для крива ну что в них хорошо так это этот цвет и между прочим через не через неделю через три дня мы туда сходили и вот у этого мужика уже этого всего не было а она была распродана то есть они эти стоки где-то берут продали хопа привезли в другой фабрике вот так интересно теперь мне захотелось туда почаще вот так ездить даже одни рынки обижать и не надо по магазинам тут такие уникальные вещи можно найти что вообще мы даже в день отъезда еще один рынок нашли и все равно туда пошли но женщине покупали прошлись посмотрели я все в надежде что я пряжу найду не нашла я пряжу нашла одного мужика у него дорого ну в общем чуть-чуть у меня я я привезла пряжи ту что вика мне купила держала вот ну а по большому счету хотя привезла некоторые вещи очень интересно вот сегодня не могу отойти я таких смайлов ну вот посмотрите сколько цвета но вы только на это посмотрите а вот по бокам хотела на вот и кстати в центре вот с этими кармашками обратить внимание много вот таких вот моделей вот этого пиджачка и я помню девочки болталки добавляли не помню бренд но в общем вот этот пиджачок с карманчиками ну классический он похож как пиджак шанель да и его очень многих продавцов я видела ну не брендов у брендов ну как бы в магазинах вот и разные интерпретации вот этого вот шанельского пиджачка я так понимаю что это сейчас актуальная модель вот хотя я такое не люблю и вот вот этот вот девчонки узор покорил мою душу я там чуть дальше про него скажу это вот детская витрина тоже очень классная ярко ну вот смотрите какие у них цвета ну у них очень много цвета насыщенного вкусного такого классного вот мне а я все нейтральные цвета берут сейчас мне захотелось яркостью такого красивого яркого цвета все комбинации трикотажа с курткой с джинсов кай очень много тоже этой комбинации и это мне хочется сделать вот и пиджачок и вот этот джемпер такой классный он значит там три четверти рукав их там разные цвета вот по бокам этот узор вот он видите удлиненный реглан очень очень длинный реглан три четверти рука вот он ровненький такой и вот комбинация цветов и узор такой я вот его и приблизила и сфотографировала вблизи пока еще не поняла как его вязать смотрите на эту шапку и слева и справа смотрите смотрите там связано это дорогие бренды между прочим уже не помню что девчонки и по центру дорогой бренд там по моему чуть ли не 5000 евро куртка стоит шапка связана из квадратов спицами вверх а сами поля крючком и вот такая вот пряжа ну как из мусорных пакетов правда вот но я ее и сфотографировала и сняла мне хочется попробовать даже если я не буду делать мастер-класс на я во всяком случае попробую если получится что-то классное то то я конечно же сниму мастер-класс но смотрите опять же в каждый магазинчик заходишь и там вкусно там вкусные цвета и там так внутри смотрите это все же разные магазины в общем даже и говорить не нужно все видно все видно все вкусно девчонки а я вас благодарю за просмотр настоятельно рекомендую подписаться на канал чтобы ничего не пропустить обязательно подписаться в telegram и в instagram и вы получаете возможность приобрести доступ или новый мастер-класс со скидкой 50 процентов и эта скидка действует буквально два три дня и это скидка действует буквально два три дня и далее анонс выходит в youtube-канале и цена уже полная без ракета поэтому для того чтобы быть в курсе всех новостей чтобы знать что скоро выйдет чтобы не пропустить которые вам удобно эти одинаковые условия действуют и для instagram и для telegram слева вы видите qr-код телеграм справа вы видите instagram вот так же подписываемся youtube канал потому что здесь по прежнему выходят кроме анонсов мастер-классы будут выходить поэтому не забываем про youtube тоже на него подписываемся вот она сегодня я с вами буду прощаться я надеюсь вам понравился мой обзор и мое тарахтение обхом вот я с вами прощаюсь с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока все шестиканьки а ну покажь меню так ух-ти-ти ух-ти-ти все шестиканьки а ну